Всем привет! Я рад приветствовать сегодня в наших гостях Сергея Булавина, генерального директора компании AgroGeneration. Сергей, здравствуйте! Добрый день! Не так давно Сергей возглавил эту компанию, сменив на этой позиции Джона Шморгана, который ее занимал, если мне не изменять память, с 2013 года, да? После слияния с Хармелия. Да, фактически Джон руководил Хармелией, начиная с 2010 года, с начала проекта, и с 2013 года, с момента, когда было объединение AgroGeneration и Хармелия, Джон руководил AgroGeneration. Сергей, расскажите, пожалуйста, в чем причина кадровых перестановок? Я думаю, что этот вопрос было бы более корректно задать Джону, но причина – это личные частные вопросы, которые есть у Жены, и то, что он хочет решить эти вопросы, и для этого ему нужно время. Разумеется, работая в качестве CEO, он эти вопросы решить не мог, поэтому он принял решение о том, чтобы уйти из поста CEO AgroGeneration. Джон остается в составе директоров AgroGeneration, то есть он член совета директоров AgroGeneration, и будет присутствовать на всех советах директоров нашей компании. Скажите, пожалуйста, на новой должности, какие вы для себя первоочередные задачи ставите? Да, но я не могу сказать, что я новичок в компании, потому что, так же, как и Джон, я, начиная с 2010 года, нахожусь в агропроекте Seam Blazer, и, начиная с момента объединения AgroGeneration и Хармелия, я вовлечен на 100% в работу AgroGeneration. То есть я хорошо знаю команду, знаю специфику, знаю ограничения, которые есть в нашем бизнесе, и поэтому каких-либо революционных шагов или шагов, которые бы привели к каким-то резким негативным изменениям, я делать не планирую. Я планирую продолжать органический рост компании, планирую работать над эффективностью, продолжать работать над эффективностью. И очевидно, что с учетом того, что формат компании изменился, начиная с изменения формата и выбытия компании, продажа, часть хозяйств. Разумеется, я в первую очередь планирую обратить внимание на соответствие структуры управления и формата бизнеса. Но это не означает сокращение, это не означает какие-то большие кадровые изменения. Кадровые изменения будут, но они будут для того, чтобы сделать соответствующую структуру управления, чтобы она соответствовала формату бизнеса, который есть на сегодняшний день. Особенность есть последних трех сезонов. Харьковская область, наверное, не самый злачный регион для сельхозпроизводства, тогда как земли, которые вы продали на Западной Украине и Центральной, нам представляется, они более интересные. Почему же тогда компания решила отказаться от более лакомых земель, что ли? Или, возможно, мы ошибаемся? Если смотреть на рентабельность и хозяйство из года в год, то можно сделать вывод о том, что были годы, когда хорошую рентабельность показывали хозяйство на Западной Украине, то есть и Тернополь, и Житомир, и Львов. Были времена, когда показывали хорошую рентабельность хозяйства, которое находится в Харьковской области. И я не могу сказать, что есть такой четкий тренд того, что хозяйство в Харьковской области, например, работают менее рентабельно или хуже, чем хозяйство, которое находится на Западной Украине. Очевидно, что в Харьковской области количество осадков меньше, чем во Львове. Но это количество осадков, оно периодически создает проблему, когда, например, хозяйство не может вовремя выбрать кукурузу, и приходится ждать, когда выпадет снег, и убирать кукурузу уже по снегу. Это влияет на качество и влияет, разумеется, на рентабельность хозяйства. Поэтому есть специфика, но нельзя сказать, что аграрный бизнес лучше вести только на Западной Украине или только на Восточной, или только в Центральной. Сергей, а если мы уже упомянули предыдущие сделки по продаже агропредприятия, скажите, насколько долго они длились и в целом довольны ли вы ими? Сделки были, как правило, не очень простые, связанные с тем, что в каждой сделке проводился свой дилеженс, были определенные отлагательные условия, связанные с оценкой рисков покупателям, с одной стороны. С другой стороны, аграр характеризуется тем, что цикл производства не останавливается никогда. Когда убирается одна культура, сразу же ведутся уложения, ведутся полевые работы для того, чтобы готовить почву к следующей культуре. То есть цикл производства не останавливается. И с этим есть опленные нюансы к оценке активов компании. Потому что выйти на так называемый нулевой баланс, ситуацию, когда нет биологических активов или нет незавершенки, нет неких задолженностей, невозможно. Поэтому сделки, связанные с купли-продажей аграрной компании, как правило, это непростые сделки. Но мы за свою историю сделали их достаточно много, начиная с момента формирования проекта Хармеля, проекта, который начинала Силан Блейзер, компания. И заканчивая теми выбытиями, которые у нас были из Аградженерейшн в прошлом году. Скажите, а вот, кстати, по вашей памяти, с 2010 года вы бы какие-то могли жизненные циклы, знаете, поделить, как росла компания? Я эту характеристику сделаю с точки зрения, или начиная с компании Сигма Блейзер, с компании, которая изначально начала проект Хармеля и компанией, на которой я работаю последние 20 плюсом лет в различных проектах. Сигма Блейзер давно присматривалась к агросектору и давно планировала начинать вложения в агросектор. И в 2009 году было принято решение, что мы входим в агросектор. Первые сделки у нас были в начале 2010 года, и фактически Хармеля или агропроект Сигма Блейзер, который потом стал частью объединенной Аградженерейшн, выросла с нуля до 70 тысяч гектар практически за полтора года. Было куплено порядка 10 хозяйств, которые на основном находились в Харьковской области и в Полтавской области. Поэтому это был первый этап, это формирование компании Хармеля, компания базовая для аграрного проекта компании Сигма Блейзер. В 2013 году у нас успешно завершились переговоры о слиянии компании Аградженерейшн, которая на тот момент по размеру была 50 тысяч гектар в обработке и Хармеля 70 тысяч гектар в обработке, чуть меньше 70. И в октябре 2013 года были подписаны документы по этому слиянию, и начиная с этого времени у нас возникла объединенная компания Аградженерейшн, 120 тысяч гектар. В дальнейшем основная задача была интегрировать компании. И фактически в следующий год-два у нас основные силы были сфокусированы на интеграции компании. Хотя стоит вспомнить то, что конец 2013 года, начало революции, начало 2014 года, начало войны, разумеется, это все очень сильно влияло на развитие этого процесса. В том числе за счет того, что объединенная Аградженерейшн имела свой кредитный портфель, и вы, наверное, помните, каким образом банки отреагировали на конец революции, начало войны. Многие банки просто перестали дать кредит. Ну, вместе с тем мы сохранили наш бизнес и продолжили интеграцию компаний, которые были слиты, то есть это Аградженерейшн и Хармеля. И этот этап у нас закончился в 2015 году, и после этого мы начали заниматься оптимизацией в том числе земельного банка, оптимизацией кредитных портфелей, оптимизацией технологий. И на сегодняшний день, да, компания стала меньше, но вместе с тем я уверен, что этот меньший формат гораздо проще сделать более эффективным. Ваши взгляды поменялись случайно не под влиянием принятого законопроекта, закона о рынке земли? Да, к сожалению, рынок земли, к счастью, он есть, это хорошо, этот закон, но, к сожалению, он не приведет к увеличению иностранных инвестиций. Более того, я понимаю, что впереди еще перед возможностью иностранных инвесторов делать эти древо стоит инвестиции, а аграрная земля – это древо стоит инвестиции. Нам предстоит еще провести референдум, и дальше все будет зависеть от решения референдума. Поэтому я не думаю, что закон, который сейчас принят о рынке земли, он в ближайшей перспективе повлияет на приход инвесторов в эту отрасль. Знаете, как законодатели, идеологи земельной реформы говорят, да, в нынешней форме этот закон не делает денег, он не является двигателем для инвестиций, но он стал своего рода таким компромиссным вариантом, он обошел все спорные моменты, но главное, что он принят, а дальше уже до 2021 года у нас есть время к тому, чтобы предлагать, инициировать какие-то изменения, и чтобы он стал более интересным для инвестора. Ну, возможно. Да, и давайте вспомним, сколько лет мы ожидали хотя бы даже такого небольшого шага. Сейчас этот шаг произошел, и это абсолютно правильно и очень позитивно. К сожалению, это слишком небольшой шаг для того, чтобы говорить о серьезности его последствий и серьезности его влияния. Но медсистема – это шаг, небольшой шаг в правильном направлении. Сергей, несколько раз уже упомянули о коронавирусе. Скажите, пожалуйста, как он повлиял на работу бизнеса, кроме того, что сейчас вы работаете в дистанционном режиме, возможно, как-то на процессы логистики, закупок, трейдинга как-то он повлиял? Да, на сегодняшний день я сейчас нахожусь в офисе. В офисе больше никого нет. И аналогичная картина в Харьковском офисе. У нас офисы практически пустые сейчас. Люди работают дистанционно. Разумеется, полевые сотрудники не могут работать дистанционно, поэтому они находятся в полях, наши агрономы, наши механизаторы. И мы максимально их обеспечиваем средствами защиты. Маски, перчатки, санитайзеры. Влияние на агробизнес в ближайшие перспективы коронавирус, он фактически не имеет никакого. И я очень надеюсь, что на сегодняшний день у нас нет ни одного заболевшего. Я очень надеюсь, что это будет продолжаться и дальше. Вместе с тем, в долгосрочной перспективе, конечно, будут влияния. Будут влияния на структуру потребления, потому что, смотрите, изменяется рынок, изменяются поведенческие реакции покупателей, изменяется структура потребления. Поэтому, конечно, это повлияет с точки зрения цен на мировом рынке на нашу продукцию. Особенно на часть продукции, связанная с топливом. То есть это груза, которая перерабатывалась на топливо. Сейчас потребление топлива уменьшается, люди меньше ездят, люди меньше летают. И, наверное, будет какое-то влияние. Сам кризис, сам коронавирус, он, скорее всего, в многих странах приведет к увеличению безработицы. Например, в той же Америке сейчас очень большой рост безработицы, которого не было с временом Великой Депрессии. Конечно, американское правительство имеет ресурсы для того, чтобы поддержать эти свои населения. Но, вместе с тем, конечно, скорее всего, будет влияние на структуру потребления. Будет потребление меньше ориентированное на белки, наверное, будет больше ориентированное на углеводы. Скорее всего, это коснется и других стран. Но эти все изменения, они долгой перспективы. Я рассчитываю, что они начнут отображаться на рынке через год, возможно, даже два. В ближайшей перспективе влияние коронавируса на аэросектор, оно крайне небольшое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...